Музыка Каждое второе юридическое лицо и каждый четвертый индивидуальный предприниматель не осуществляет свою деятельность, сообщает Бурятстат. Количество малых и средних предприятий в республике сократилось с 39 тысяч до 28. В чем причина экономического спада в Бурятии? Попробуем разобраться. Поговорить на эту тему мы пригласили сегодня в программу «Багдаев» председателя Бурятского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валентина Намсараева. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Ну, статистика сообщает, что в Бурятии в числе отстающих среди российских регионов тройки, как вы сказали, последних по благоприятным экономическим условиям для предпринимательства. В чем причина? Почему Бурятии так отстают? Вроде официально власти говорят и делают все для того, чтобы поддержать малое и среднее предпринимательство. А на деле, получается, увы. Ну, действительно, был такой спад численности малых и средних субъектов ведения предпринимательства. Но во многом говорят о том, что это были предприятия-спутники, какие-то мертвые предприятия, которые закрыли. Но они закрылись два года назад с небольшим, потому что налоговая ставка в пенсионный фонд возросла с 14% до 30% во все социальные фонды, которые у нас есть. И, конечно же, это повлекло не только закрытие пустующих предприятий, но и, я думаю, что многие предприятия просто ушли в тень. Потому что вот эти социальные выплаты, я считаю, слишком большие в России, и они одни из самых высоких в мире, 36%. И получилось, поднялось более чем в два раза. Но сейчас много ведется различных споров, снижать или не снижать налоговую нагрузку. Одно время обсуждали активно формулу 22-22, когда социальные взносы падают с 36% до 22%, а НДС поднимается до 22% с 18%. Ну, формула, конечно, достаточно спорная. Конечно, НДС самый простой налог, который можно собрать, и он легко исчисляется. Но, тем не менее, бизнес-сообщество, в том числе и опора России, выступило резко против повышения НДС. И сейчас эту формулу решили отложить. Ну, и не знаю, насколько ее надолго отложили. Но вот высокая налоговая ставка страховых взносов – это одна из причин. Но есть еще много причин проблем бизнеса. Они каждый год ранжируются. Но первое, наверное, это высокие процентные ставки кредитные. Второе – это плохой бизнес-климат. Туда входит и чрезмерная бюрократия, и готовность работы с бизнесом на местах, муниципальных образованиях и прочее. Валентина, это условия, это невыборядные факторы, которые характерны для всей России. Для всей России. Для всей России. А в чем причин-то в Бурятии именно конкретно, что мы отстаем от той же Чукотки, Воронежской области, которая в числе лидеров? Почему мы в числе вообще в хвосте плетемся? Я не знаю, мне сложно говорить на эту тему. Или что, у нас наше местное население не готово заниматься предпринимательской деятельностью. Не хотят заниматься производством, торговлей. Более ленивое население может быть у нас в Бурятии. Может быть и так, может быть и так, отчасти и так, но та вот проверка бизнеса, она все-таки достаточно высокой остается, хотя говорят на 40% плановые проверки снизились, но неплановые проверки увеличиваются и штрафы растут непомерно, конечно, которые по той или иной проверке выходят на поверхность. Сейчас штрафы, например, по инспекции по труду, госинспекции такие, что предприятие может просто-напросто закрыться. Закрыться, получив один штраф. Ростехнадзор, высокие штрафы, штрафы непомерные. По нескольку сот тысяч. Да. Доходит до миллиона рублей. Вот одна такая проверка и одна какая-то аналитная. И можно бизнес сворачивать. Да, можно сворачивать и забыть вообще, что ты был предпринимателем. То есть, все понятно, в Бурятии у нас тут получается диктат надзорных проверяющих органов. Возможно и так, хотя рискоориентированный подход, который сейчас широко обсуждается, он вроде бы и внедряется, но по докладу нашего омбудсмена Анатолия Батуевича, все-таки не так хорошо и плотно применяет рискоориентированный подход контрольно-надзорные органы, которых большое количество в России. А еще большое количество неналоговых протяжей. Я, Валентина, вы говорите на птичьем языке, я ничего не понял. Можно на человеческом языке сказать то, что вы сказали? Ну, например, предприятие заходит, тот же, например, поджарный надзор. Там что-то неправильно стоит на предприятии, что-то не учли, там паспорта, может быть, не такие готовые. Все, штраф выписывается, предприятие закрывается. Все, ну, либо не закрывается, но ему очень сложно дальше работать, выплатив такой штраф. Ну, наверное, должны быть еще предупредительные меры. Ну, когда приходят и говорят, что вот мы предупреждаем и прочее. Хотя, с другой стороны, если ты предприниматель, ты должен знать законы. Если ты уж назвался предпринимателем и осуществляешь деятельность в той или иной области, незнание законов не освобождает от ответственности. Мы живем в едином экономическом пространстве в России. У нас единая законодательная база, правильно? И все эти надзорные контрольные органы, и Роспотребнадзор, и Трудинспекции, и МЧСники, все они являются структурными подразделениями федеральных органов. Вы хотите сказать, что в Бурятии они работают по-другому? Ну, если вспомнить встречу с Титовым в прошлом году, когда приезжали, то предприниматели и бизнесмены открыто пожаловались на Государственную инспекцию по труду, что, пожалуйста, увольте Пыкина, потому что он нам фактически душит и не дает работать. Такая жалоба прозвучала. Тем не менее, нельзя совсем работать без контрольно-надзорных органов, особенно, например, без функции Роспотребнадзора. Ну, то есть, тут палка о двух концах. Если говорят, например, в 2018 году хотим объявить год предпринимателя в России, второй раз Минфин выступил с такой инициативой, то, нет, не Минфин, а Министерство экономического развития, то там одна из мер поддержки, да, это бессрочные проверки, то есть, освободить вообще бизнес от проверок. Но совсем без проверок, конечно, нельзя, и без контрольно-надзорных органов, но та мера, вот им же ставят план, вот, нужно план выполнить по тем или иным штрафам. Я так понимаю, что... Пополнить бюджет. Да, пополняет бюджет за счет предпринимательства. Но как потом будет жить предприниматель, это, видимо, только дело каждого предпринимателя. Валентина, я понимаю вашу претензию Рострудинспекции, но я думаю, что основной, наверное, объем проверок касается жалоб по невыплате заработной платы. Да. Это получается, ну, у нас бизнес должен быть социально ответственным. Не выплачивают элементарно заработную плату, народ идет и жалуется, приходит трудинспекция и выявляет эти факты. Ну, там до 60 миллионов у нас задолженность по заработной плате в Бурятии доходит. Выявляют нарушения, штрафуют и так далее. Кто виноват-то в этих условиях? Сам предприниматель? Ну, вот смотрите, минимальная оплата труда на сегодня в Бурятии составляет 11 250 рублей. По России это 7 500 рублей. А у нас еще в Бурятии идет северная нагрузка, коэффициент полтора, да. И я вот на встрече 17 марта с Алексеем Самбуевичем говорила о том, что нельзя ли отменить северный коэффициент для малого и среднего бизнеса, чтобы не давлело над нами. Потому что сейчас вот две недели назад говорили о том, что давайте заморозим рот на российском уровне 7 500 и пока не будем поднимать, да. Ну, на размер только инфляции, да. А вчера буквально вышла новость, что Медведя говорит, давайте мрот доведем до прожиточного минимума. Это будет там 10 тысяч сколько-то рублей, да. Тогда опять поднимется мрот уже, представляете, не 7 500, а 10 чем-то тысяч. И плюс еще полтора коэффициент северный прибавляется. Но посмотрите, если нет продаж, да, сейчас продажи упали очень сильно в Бурятии. Если, например, только предприятие открылось, и его минимальная заработная плата будет составлять там 10-200 плюс еще коэффициент полтора, то и оборота у молодого предпринимателя нет, то откуда пойдет эта минимальная оплата труда? Я считаю, что не надо привязывать минимальную оплату труда... Прожиточному минимуму. Да, это точно. Валентина, вы такая очаровательная, молодая, красивая и по всей видимости грамотная и умная женщина. Но в ваших глазах и в словах я вижу вообще настоящего хищника. Почему? Ну хищника капитализма. Вы готовы вообще довести заработную плату, уронить ее до такого состояния, что народ просто с голоду будет пухнуть и не пойдет работать? Ну кто за ваши копейки пойдет работать? Нет, я за то, чтобы все платили налоги. Но налоги должны быть адекватными экономической ситуации. Если нет оборота, если кризис в стране, и он настолько длительный, я так понимаю, это не тот кризис, который случился в 98 году. Это не тот кризис, который случился в 2008 году. Сейчас это кризис, я чувствую, он очень длительный, и мы в такой стагнации будем находиться, я думаю, еще не один год. И что, вы предлагаете, значит, населению затянуть пояса? Нужно поддержать предпринимателей и перестать повышать налоги. Вот написано, вот говорят. И снизить заработную плату? Нет. Я думаю, что вот эти страховые налоги, фонды, они должны быть не 30%. Вот сейчас мы с предпринимателями вспоминаем, как хорошо, когда было 14%. Вот это был нормальный налог. Это был нормальный налог, при котором можно было работать и выплачивать. И сейчас очень многие уходят в тень, действительно. Вот вчера вышла новость в Фейсбуке, говорят, что там платят в основном в конверте и прочее, прочее, прочее. Да мы готовы платить белую зарплату, но только сделайте адекватный вот этот страховой взнос, потому что это одна из причин, когда платят зарплату в конверте. Все понятно, Валентина. Это связано с демографической ситуацией. Сейчас у нас пенсионеров становится больше, экономическое активное население, ее количество снижается. Поэтому, соответственно, ну чем заполнять пенсионный фонд? Ясно, что увеличением налогов. И где вы видите? Мы видите в этом замкнутом круге выход. Нужно создать такие условия для предпринимателей, для тех, кто хотел бы быть предпринимателем, а по стране это 26%. Люди хотят зарабатывать и работать на себя. Возможно, это просто самозанятость, когда человек кормит себя и свою семью. Это же здорово. Таких людей нужно поддерживать. Безусловно. Если количество предпринимателей вырастет в стране до настоящего уровня, когда, например, Медведев говорит, мы хотим ВВП по малому и среднему бизнесу, чтобы давало 50%. Представляете, 50%? Это очень шикарная сумма, когда сейчас среднее количество 20%. Вот эти 20% я уже слышу 20 лет. Сколько я себя помню. Говорят, что на уровне 20% индивидуальные предприниматели или малые предприятия дают 20% ВВП. Все говорят, давайте увеличим до 50%, как в Европе. На Дальнем Востоке и Юго-Восточной Азии до 80% доходит долю ВВП малого и среднего бизнеса. Вот слышим, 20 лет одной тоже толдычат, толдычат. И Ельцин сменился, и Путин уже на четвертый срок скоро пойдет. Но ВОЗ и нынче там. Почему? Что мешает увеличить долю малого предпринимательства до 50%? Где? Вот где этот камень преткновения? Ну, я думаю, нужно выращивать предпринимателей буквально со школьной скамьи и популяризировать предпринимательство среди детей. То есть учиться быть самостоятельными. Учиться нести ответственность за себя, зарабатывать на себя. Вот это вы хотите. А у нас, к сожалению, иждивенческий подход у людей. Да, иждивенческий подход. Выходить на госслужбу, получает фиксируемую зарплату, не думать о завтрашнем дне, не заботиться о себе и семье. Правильно? Поэтому в ВУЗах, когда идет набор абитуриентов, государственное муниципальное управление находится на одном из первых мест, когда дети идут и подают документы на чиновника. Понимаете? А на коммерсанта, им вот говорят, по данным там 3-4 года назад, девочка говорит, мне будет стыдно сказать в своей деревне, что я пошла учиться на барыгу. Понимаете, у нас какой имидж? Барыга, спекулянт, коммерс. А по всему миру на Западе, да, я вот на стажировке была в Германии, мы пришли в аудиторию, говорит, мы к вам относимся с огромным уважением. Мы такие сидим, слушаем. Почему? Потому что вы, предприниматели, вы создаете рабочие места, в первую очередь, вы платите налоги. И это очень уважаемая категория в западном мире. Я понимаю, что предпринимательство у нас сейчас фактически в зачаточном состоянии, потому что, ну, там 20 с чем-то лет небольших прошло, когда вот капиталистические отношения вновь возродились в России. Но нам надо дать время разбогатеть, чтобы появился настоящий средний класс. Чтобы мы действительно создавали рабочие места, привлекали одаренных детей, привлекали хороших выпускников. Многие талантливые дети фактически уезжают в другие вузы, там, за рубеж. Все понятно, Валентина. Все, хватит гарнира. Я вам честно скажу в лицо. Вы знаете, мы умеем задавать неприятные вопросы. Готовы отвечать на них? Вот вы сами предприниматели, рекламное агентство «Жираф», но тем не менее вы тоже хотели быть чиновником. В 2008 году, насколько я помню, вы попали в кадровый президентский резерв. И если будет возможность, вы тоже готовы свернуть свою предпринимательскую деятельность и сесть на тепленькое чиновничье место, получать хорошую зарплату по 80-90 тысяч. Не думать о завтрашнем дне, вот почевать на лаврах, правильно? Да, вот в 2008 году, действительно, я участвовала в этом конкурсе. Нас было больше 300 человек, а мы выпускники президентской программы. В 2007 году я закончила, и тут появился новый глава, Вячеслав Владимирович Наговицын. Я объявила этот конкурс. Я действительно люблю участвовать в разного рода конкурсах. Ну понятно, попали в резерв? Попали. Я попала в резерв? Вот готовы уйти из предпринимательства на госслужбу? Готовы, так? Я действительно сейчас думаю об этом, потому что появилась новая в Рио, да, Алексей Самбуич, да, и мне очень стало интересно те программы, которые он хотел бы развивать. И он говорит о суперкомфортных условиях развития бизнеса. Мне это очень интересно, каким образом можно создать суперкомфортные условия для бизнеса в Украине. То есть как чиновник? Я хотела бы участвовать, да. То есть как чиновник вы хотели бы создавать условия для того, чтобы другие работали? Да, но я не считаю зарплату 70 или сколько там, 80 тысяч очень адекватной, потому что как предприниматель я зарабатываю, ну... Побольше. Да, бывает что больше, бывает что меньше, по-разному бывает. Валентина, у меня еще есть один вопрос. Ваша организация имеет такое претензиозное название «Опора России». Я посмотрел на ваш сайт, там написано, что вы объединяете 450 тысяч предпринимателей. Да, и к 2020 году мы хотим объединить миллион предпринимателей. О, миллион. Но помимо вас есть у нас другие организации такого делового характера. Деловая Россия, Торгово-промышленная палата у нас есть, Союз промышленников-предпринимателей. Но зачем нам еще одна общественная кормушка? Это не кормушка, это не кормушка. Да, в России четыре бизнес-объединения крупнейших, которые объединяют все субъекты России. Предпринимательства? Да, нет, субъекты. Вот «Опора России» есть 85 субъектов. И я всегда говорю о том, что, по примеру Запада... Но чем вы отличаетесь от деловой России? Предприниматель, да, каждый предприниматель должен вступить в какое-то бизнес-объединение. Хорошо. И мы со всеми объединениями дружим, сотрудничаем и прочее прочее. А желательно создать партию? Есть партия РОСТа, так называемое предпринимательство? Ну, такой политики у «Опоры России» нет. Это все-таки общественная организация. Чем вы отличаетесь от деловой России? Это защита интересов и прав предпринимателей. Деловая Россия тем же самым занимается? Тоже инвесторов защищает? Я считаю, что на сегодня «Опора России» — это очень сильная экспертная площадка. Экспертная тоже есть, союз промышленников и предпринимателей. Мы отличаемся тем, что у нас есть бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов. Торгово-промышленные палаты тоже у них есть то же самое. Мы открыли 19-й регион. Вот сегодня мы подали документы в Москву. Валентина, ответ неправильный. Ответ неправильный. Правильный ответ будет. Чем больше будет общественных организаций, крупных, сильных, тем лучше для предпринимательства и для страны в целом. Вот такой должен быть ответ. Согласны? Да, согласна. Все понятно. Ваше мнение о встрече с Алексеем Циденом, которая у вас стоялась, «Опора России», насколько я понял, ваши активисты встречались с ним. Ваше мнение, способен новый глава Бурятии создать нормальные условия для ведения бизнеса, для того, чтобы хотя бы вырваться в середнячки, а то плетемся в хвосте? Я считаю, что способен. Почему я так думаю? И что он должен? Хорошо, способен. Мне понравилось 17 марта. Что 17 марта? 17 марта была встреча, где собрали предпринимателей. Там были и те, которые концы с концами ели сводят, а может и хорошо живут. И были крупные предприятия, которые дают достаточно налогов в республиканский бюджет. Мне понравилось то, что впервые нам выделили 4 часа на встречу. Ну, фактически, наверное, все, кто хотели, задали вопросы, а те, кто не успели, ну, наверное, как-то еще встретились. И мне понравилось, что он встречался еще по отраслям. И когда первое интервью на Вести 24 я слушала, мне понравилось, что он сказал сразу о суперкомфортных условиях для бизнеса. Что это такое? Я считаю, что вот те проблемы, которые я, ну, не все перечислила, и если над ними работать, особенно вот мы сейчас хотим провести рейтинг исполнительной власти, опоры России и другие бизнес-сообщества, да, наши. То есть главное условие — ослабить государственное давление на бизнес. Второе? Убрать бюрократию, снизить число плановых и внеплановых проверок, снизить вот этот налог, который, я говорю, страховой. Все понятно. Да. Если это снизить и создать инфраструктуру. Сейчас вот во многих регионах говорят, мы сейчас не на меры господдержки отделяем больше внимания, а на создание инфраструктуры. А это промышленный парк, технопарк, консультации и прочее. Не обязательно это все деньги выделять там на лизинг и прочее, хотя это очень хорошая форма господдержки, на мой взгляд. Валентина, вы говорите о том, чтобы, значит, прекратить плановые и внеплановые проверки. Ну, это же обернется... Уменьшить. Уменьшить. И внедрить рискориентированные... Это обернется, я вам знаю, чем. Правовым беспределом, задержка заработной платы, бесправием работников. Вот чем обернется. Этого вы хотите одного угла выбрить? Нет. Как нет? А каким образом вы собираетесь? Ну, перестанут вас проверять, перестанут наказывать. Каким образом вы намерены обеспечить права и гарантии работникам? Как они от вас будут защищаться? Нет, если по закону работает работодатель. Но если не выплачивает зарплату? Ну, таких работодателей, конечно, нужно ввести для них реестр недобросовестных работодателей и с ними отдельно работать. Да, такие случаи бывают, к сожалению. Ну, думаю, да, мы слышим что-то. Опору России объединяет 450 тысяч предпринимателей. Ну, у нас предприниматель предпринимателю, как говорится, рознь. Есть малые предприятия, там, где с оборотом, да, микро, там, несколько десятков тысяч рублей. Но есть такие крупнейшие, даже Индира Шагдарова, но 17 миллиардов дохода за 15-й год. И, по-моему, нынче не меньше, потому что она сложила свои полномочия, чтобы как-то не афишировать эти данные. Ну, как вас сравнивать-то? Моську и слона. Разве их можно ставить на одни весы разных предпринимателей? А зачем на одни весы-то ставить? Вы же их ставите, вы же говорите, объединяете всех. Нет, мы объединяем малый и средний бизнес, хотя и крупный бизнес в других регионах присутствует. Индира Шагдарова — это малый, средний бизнес. Средний бизнес, да. Средний бизнес, хотя у нее миллиардные доходы, половина оборота авиазавода она дает. Но, тем не менее, правила работы для предпринимателей, они одни, и не зависят от количества доходов, денег на расчетных счетах. Единственное, как в мире предпринимателей, вот критерии, да, по количеству созданных мест. Вот чем больше ты создал рабочих мест, тем ты более уважаешь. Чем больше людей ты кормишь, чем большему количеству людей ты выплачиваешь заработную плату, тем больше твой социальный вес в обществе и в государстве. И вчера вот мы даже говорили о том, что нужно, наверное, инициировать, вести такой заслуженный предприниматель Республики Бурятия. Спасибо. И нужно будет думать над критериями отбора, но это действительно так, потому что имидж предпринимателя, я считаю, сегодня очень занижен в обществе в целом. Ну, потому что это еще, конечно, идет с российской традицией. Ну, я, позвольте с вами не согласиться, половину народного хурала занимают предприниматели. Это о чем говорит? О том, что избиратели как раз за них голосуют, отдают за них голоса. В Горсовете там вообще 70% предпринимателей сидит, а вы говорите о заниженной оценке предпринимательства. Ну, тем не менее, популяризировать предпринимательство нужно и необходимо. Почему же ваши предприниматели плохо лоббируют свои интересы в том же Хурале, в том же Горсовете? Почему? Большинство занимаете вы там, обладаете реальной властью и не можете повлиять на государство. Я не знаю даже, почему. Все понятно. Спасибо. Это была Валентина Мсараева, председатель Бурятского регионального отделения общероссийского общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Радиовессии программы «Богдаев» слушайте на волнах 94FM, радиостанция «Комсомольская правда». Наверное, действительно, сейчас в условиях экономической блокады, когда Россия испытывает экономические потрясения, сложности, очень важно развивать экономическую самостоятельность людей. И надеемся, что такие организации, как «Опора России», во многом этому будут способствовать. Ведь от того, насколько экономически активны население, зависит благополучие всего общества. Всего доброго. В эфире была программа «Богдаев». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова